Книга «Открытым оком», том 14, тема «Потеряевка». Вопрос 2853. «Когда уезжают из Потеряевки люди, то как они объясняют свой отъезд?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Плотниковы выехали к родственникам в Грецию. Вроде там будет легче учить детей и прожить дешевле. Но думаю, что это не главное. На первом месте то, что приехали все, кто позже и уехал. Не по убеждению, а по нужде. Нужда выгнала из республик Средней Азии, из Чимкента, из Фрунзи. И они мучились здесь, томясь уставом, требованием соблюдать устав. Девчонки одевались в мужскую одежду. И сама Марина к этому была вравнодушна. Не раз носила мужскую шапку. Митя он никакой, хотя трудяга добрый. Содержит такую семью, пять детей все же. Держал одно время 96 линей. К Вере как бы безразличный себе на уме. 11 октября 2005 года выехал Николай Киличков с Лидой Буртовой. Он приехал в Потеряевку из Красноярска. Прошел здесь 10 лет. И Неграма как будто и не изменился. Остался в нем такой же бешеный нрав. Совершенно неуправляемый, взрывоопасное обеснование. Ярость входит с ходу и заводится с полуборота. Что не сегодня дают такую характеристику, ему можно убедиться, прочитав хотя бы вот эти несколько мест в книгах, открытым оком. Том 1 страница 638, 651, том 2 страницы, 674, 696, том 3 страницы, 321, 459, том 4 страницы, 715, том 5 страницы, 660, том 13 страницы, 180. С ним никто не мог сработаться из староса деревни Барабаши, вернее, не мог дать ему никакую работу, чтобы он не переломал чего. Ни с кем в деревне так и не завел дружбы, хотя, кроме как с уехавшей в Золотовой В.Ф. Да и та ему далеко не пара, как она выразилась. Надоели ей со своими «разборками», в кавычках, как рассказывают слышавшие. Четверо выехали из-за пьянства, одного попросили за аморальнейшее поведение. Потеряевка очищается, и это совершенно естественно. Второзаконие 2, 21. «И истребил их Господь при лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их». Третье царство, 15-12. «Он изгнал глудников из земли». Второе параллель Паминон, 27. «Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей перед лицом народа?» Скажут на это. «А что, если бы эти изгнанные Господом люди взяли бы вверх и изгнали вас?» То как бы вы это приняли? Бывало в истории такое. Первое филосолоникийцам, 2, 15. «Которые убили и Господа Иисуса, и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся». Славу, освященного его же монахи, изгнали, как и рукоположное Иоанном Златоустом, его жене, и его же извергли, изгнали и изжили со свету. С пространством неразлучен человек. Отмерено задолго до рождения, доколе не покинет белый свет, и как бы раствориться в подземелье. Сестра к себе сегодня пригласила отведать от ее привета и щедрот. Два этажа, фронтон с высоким шпилем, любому богатею нос утрет. А я, потерянный, по комнатам слонялся и жался по углам и этажам, и расчленял их комнаты на классы, под церковь с алтарем хозяев ужимал. Мое жилище, норка, пескаря, в сравнении с акульим полигоном, подсчитывал пространство, греют зря. Придут китайцы, постояльцев сгонят. Артисты, меценаты и хапуги, грабители народа, недрог богатых. Кижи без топора и без зазрения рубят не для людей, а для скотов и гадов. Квозняк, величие надутого искусства, пытаются подделаться под святость. Но не секрет, что место-то пусто, а возрождений не надо только вякать. Как дороги мои апартаменты, разбитые на полки плацкарты, затарены кубические метры, здесь храм, столы разборные на парты. Конечно, боком нужно проходить, между кроватями забраться на палате. Здесь ждет меня арест и обыск впереди, а грабит КГБ и тюрьмами заплатит. Пространство узкое и узок, царство вход, негладкий, а тернистый путь обещан. Ужмемся, потеснимся, ляжем в гроб. В каком пространстве мы воскреснем вечность? 23 октября 2005 года. Игнатий Лапкин. Продолжение следует... Продолжение следует...